Какие схемы чаще всего используют работодатели по отмыванию денег? Не совсем по отмыванию денег. Давайте я вам расскажу некоторые типичные способы. Способ первый, когда генподрядчик нанимает огромное количество субподрядчиков, которые на самом деле с ним аффилированы. И вроде как генподрядчик никого из мигрантов не нанимал, и вообще у него никаких рабочих нету совсем, ни одного. А эти субподрядчики, которым якобы генподрядчик не платит, нанимают рабочих, обещают им горы золотые, и потом они ждут. Закончим этот этап работ, подпишут лист приемки, подпишут лист выбраковки, вот здесь надо переделать и так далее. Как правило, мигрантам либо дают мизер на продукты, либо в первый месяц платят полностью, во второй месяц платят половину или треть, а после этого вообще прекращают платить. Второй вариант — это когда человека отправляют через строительную фирму на подрядные работы к частным заказчикам, строить дачи, ремонтировать квартиры. И после этого фирма просто исчезает. Взяв деньги из заказчика, она исчезает, она растворяется в пространстве. Мигранты, как правило, не знают, где на самом деле находится офис этой фирмы, потому что нанимают их на строительных рынках, и, соответственно, им просто некуда обратиться. Как правило, договоров нету, и это один из наиболее тяжелых бичей в этой сфере. Но договор даже не главное. Главное — какие-то другие документы, подтверждающие, что человек работал. Игорь Негода.